Для создания основы первого разворота нам понадобится, собственно говоря, бумага для черчения. Я выбрала дизайнерскую бумагу, она чуть поплотнее. Выберите бумагу для черчения или акварельную бумагу. У меня альбом 20х20 см, у меня размер листа для основы 20х40 см. Делаем сгиб, желательно в одну и в другую сторону, чтобы он был такой более подвижный. Далее нам понадобится лист, я разрезала лист 30х30 см, отрезала по высоте 19,5 см и разрезала пополам. Дальше нам нужно 3 полоски бумаги. Высота полоски 20 см, ширина одной полоски 10 см, 7,5 см, 5 см. Наклеиваем, готово, полосочки бумаги. Я бегаю, то есть провожу палочкой для беговки на расстоянии 2 см от правого края длинного сгиб. На каждой полосочке делаю сгиб. Вы можете использовать пустую шариковую ручку, палочку от мороженого и сделать этот сгиб по линейке. Дальше я складываю каждую полоску пополам. Эти полоски составят основу V-образной поп-ап конструкции, которую мы делаем на первом этапе. Итак, V-образная поп-ап конструкция. Внимательно читайте описание, там по этой конструкции будет полная информация. И дальше мы отрезаем такие вот язычки. V-образная конструкция называется V-образной, потому что она располагается под таким углом к основе, который напоминает нам английскую букву V. Вот так. В нашем проекте много новичков, поэтому я буду делать тройной каскад. Вот так. Вы делаете, кто не очень себе уверен, одинарный. То есть вам достаточно одного такого листа. Сейчас покажу, как закрепить детали конструкции на основе. На данном этапе нам понадобится макетный нож, линейка, карандаш. И желательно это все делать на макетном коврике, чтобы не повредить стол. Итак, мы прикладываем, совмещаем центр нашей конструкции с центром разворота. И проводим карандашную линию. Дальше мы прикладываем линейку. По карандашной линии делаем надрез. Так, далее мы закрываем нашу тетрадочку. Снова прикладываем линейку. И делаем надрез сквозь два листа. То есть сильно надавливаем. Получается, что у нас надрезы. Не страшно, что немножко неровно. И дальше вставляем нашу деталь. Все, проверяем. Оп, оп. Вот она, V-образная конструкция. Это основа. И закрепляем. Единственное, что только... Я хочу немножко сделать... Такое у меня все-таки море. Я так немножко ее обрежу под волны. Под волны, под волны. Такие у меня волны получились. И дальше мы вставляем. И закрепляем с обратной стороны, например, скотчем. Или клеем. Вот так. Получился такой каскад. Ваша задача не дорезать до основы, не прорезать центр. V-образные конструкции можно располагать под углом, под углами относительно основы. Их можно наклонять вот так, да, и в одну, и в другую сторону. То есть вы посмотрите, сможете сделать что-то более сложное. Ну что, приступаем к декору. Итак, я начинаю декор страничек с крупных украшений. С каких-то крупных элементов. Крупных элементов в моем наборе бумаги нет, поэтому я буду использовать файл. Это силуэтовский файл с кораблем. Крупный будет корабль. Силуэтовский файл я сконвертировала в специальной программе. Кому нужен конвертер из силуэтовского формата в SVG для плоттера Scan&Cut, пишите, я вам пришлю. Так, побольше мне нужен. 16 см на 12. 16 это, наверное, многовато. Пусть будет 15 см. Я думаю, 15 см нормально. Окей. 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 Вырезать. Такой кораблик. Супер. Ну, и вот мы начинаем заполнять. Всегда с крупных элементов. Я приклеила корабль, я немножко его подкрасила, чтобы он был не скучный. На корабль я посадила уже двух героев. Здесь сеточка. Вот, использую клеевые подушечки для объема. Так, спасательный круг. Это очень важно. Каждый раз проверять, чтобы все-все убиралось. Итак. Вот у нас уже вырисовывается картинка. Я добавила сюда кораблик. Здесь уже много всего-всего-всего. Маяк. Вот. И сейчас я покажу, как можно вкрапить фотографию. Я вырезала уже детальку. Значит, тут у нас корабль. Тут будет у нас плавать наш герой. Приклеиваю. Фотку на клей. На первый план. Так, вот сажаю. Так. Так. И сбоку закрываю кусочком волны. И прикрываю кусочком волны. Ну что ж, друзья. В общем-то, подходит к завершению мастер-класс. Я могу городить бесконечно элементы. Просто бесконечно. Возможно, я еще что-то сюда добавлю. Вот. Пока я вам расскажу про фотографии. Значит, смотрите, подложки, помимо того, что фотографии можно размещать вырезанными между элементами на поп-ап конструкциях, мы размещаем подложки между. Вот у меня получилось горизонтальные, вертикальные, вертикальные, одинарные, потому что тут не очень удобно будет их открывать. Горизонтальные книжечки. То есть, соответственно, на данном развороте мы можем разместить раз, два, три и три, шесть фотографий, плюс здесь. Помимо этого, мы можем сделать карман между разворотами, не склеивая их вот здесь, да, потом. Вот, собственно, фотографий можно разместить много. Все, проверяем еще раз, чтобы у нас все это складывалось. Оп, все складывается, все отлично. Вот наш первый разворотик готов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...